Приветствую вас. Я думаю, что вообще ничего плохого нет в том, что вы используете свой внутренний мир, как бы вы его не называли, для достижения своих целей, для, скажем так, формирования позитивного поведения, для реализации, самореализации и прочего. Я не люблю, что это прям очень плох. Вопрос, на мой взгляд, заключается несколько в другом. Вопрос заключается в том, насколько в этом вы, ну, себе не вредите. То есть, насколько вы, например, привязаны к своему миру. Вот. Ну, внутреннему миру. Вот. Насколько вы к нему привязаны. Насколько этот мир вам важен, насколько он вам ценен, как сильно вы зависите от него, от мира. Вот. Я думаю, что вот на эти вопросы вам нужно найти ответ. Я думал. В целом, в целом, ничего плохого нет. А в том, что вы живете в иллюзорном мире. Вот. Вопрос заключается в том, как много вы делаете для поддержания этого мира, и как много вы делаете для себя. Да. И определяет ли ваш внутренний мир вас, или вы тоже определяете его. Вот. Хотя внутренний мир это и есть вы, но, опять же, тут важно отделить. Да, где вы, а где какие-то надуманные, надуманные вещи. Вот. Поэтому, Алёна, вас это беспокоит, как правильно сказала моя коллега, что вас это беспокоит. И если вас это беспокоит, значит, у этого есть какие-то основания. Вот. И, соответственно, нужно посмотреть и поисследовать, что это за основания. Почему вас это беспокоит? Понимаете? Какая штука. Давайте разберем ваш вопрос, значит. Эээ, значит, я уже не один год живу в двух мирах реальным, и дома-то придумываю себе сама. Раньше я был один дождатым, взрослым человеком, ненавиделся, но личным весом, а сейчас научился. У меня почти не было друзей, ни с кем не общался. Эээ, значит, с появлением этого мира многое изменилось. Он, как бы, помог мне начать жить и развиваться. Пацаны же в нем стали для меня родными частью моей жизни, моей опорой. Ну, тут, конечно, надо бы как-то поподробнее эту ситуацию раскрыть, потому что не очень понятно, что вы, ну, что вы вообще имеете в виду. Говоря, вот, о своем мире внутренне. Вот. Потому что, мне кажется, тут как-то вот все-таки надо, ну, более обстоятельно подойти. И, к этому, к этому вопросу, да. То есть, вы что-то вкладываете в его внутренний мир, он у вас, значит, как-то развивался, он у вас как-то появился. Вот. И мне кажется, что, ну, вряд ли, вряд ли он появился на ровном месте. То есть, у этого есть какие-то основания. Вот. И, соответственно, было бы, вот, знаете, было бы правильнее и логичнее, если бы мы рассмотрели природу. Природу. Вот именно природу вашего внутреннего мира. Мне кажется, это, ну, то, что необходимо вам. Потому как... Потому как... Ну, вы его... Вы его просто называете, как вот персонажи, да, моего внутреннего мира и... и прочее. Вот. Но... Я все-таки за такую более... Более... Ну, предметную, что ли, эм... Позицию, за более предметное раскрытие... Эм... Выступаю... Выступаю... Эм... Ситуацией... Вашей, да. То есть, понятно, что мир... Эм... Ваш мир, он... Эм... Появился... Как... Как... Результат... Потом появился... Как... Реакция на... Какие-то внешние факторы и... Возможно... 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 Даже... Эм... 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 Средство... Как... Способ... Эм... Эм... Избегания... То есть, вы... С помощью этого мира... Эм... В общем-то... Эм... Можете... Избежать... Эм... Эм... Каких-то... Эм... Своих раздражающих... Эм... Факторов... Вот... Которые... Эм... Вас... М... Могут... Беспокоить... Которые могут вас... Эм... Эм... Травмировать... И так далее... Вот... То есть, я в этом... Отдаю... Конечно... Себе отсчет... Эм... Вот... Но... Все... Все же... Если вы будете... Эм... Эм... Знать... Больше... О... Мире... Эм... Эм... Своем... С которым... Вы живете... Ух... То... Эм... Вероятно... Вам... Самой будет лучше... И... И волнение... Эм... Такого волнения... Да... А вы не будете... Чувствовать... Как... Какое вы... Например... Например... Эм... Ощуща... Ну... Ощущаете... Сейчас... Сейчас... Дальше... Так... Эм... Значит... Я понимаю, что это лично на людьмое воображение, но мне кажется, что никакой реальный человек их не заменит. А... Ну, опять же... Здесь... Эм... Момент в чем, что... Эм... Мир вам что-то дает. Ваш... Мир вам... Что-то дает. По факту. И... Вообще говоря, ну... Вполне логично, что... Вам кажется, что... Ну... Что... Не... Что... Реальный... Эм... Эм... Человек не заменит. Вот... Это логично. Потому что... Эм... Да... С... С реальным... В отличии от... Эм... Ну... В отличии от... В точнее... В вымышленном мире, в отличии от реального мира... Вы можете... В общем... В общем... В общем... В общем... Да... Эм... Быть собой. А... В реальном мире... Собой вы... быть не может. Вот. Поэтому, я вас понимаю, и понимаю, ну, почему, почему вам так кажется, да, то есть почему вы так вот это воспринимаете, вот. Ну, опять же, опять же, ситуация, на мой взгляд, требует такого вот корректирования, скажем так, просто с тем, чтобы обезопасить вас, например, от негативных последствий. У меня в жизни пищевые многое наладилось, я сбросил объект, стал любить себя, перестал быть зажатой, начала хорошо учиться, развиваться, у меня появились реальные друзья, и всё благодаря моим как бы воображаемым друзьям. Ну, вот, этот момент сам по себе плохим не является. Это скорее позитивная история, нежели чем негативная. Вот. И вопрос, он здесь больше, наверное, в том, как, ну, как соотносятся, как соотносятся ваши, ваши, ваши реальные друзья, и друзья воображаемые. Вот. То есть, в принципе, вы правы. Говоря о том, что то, что у вас внутри не заменит никто. Это правда. Но. У этого есть нюанс. А именно. То, что... Что именно вы... Что именно вы хотите заменить. Или что именно вы боитесь, что произойдёт замена. Вот. Понимаете? То есть, если речь идёт о друзьях, ваших, ваших воображаемых, то вы можете остаться физически одна. Вы можете остаться. Если речь идёт о том, что вам дают ваши, 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 ваши воображаемые друзья, например. Но это уже немножко другая история. И здесь, в общем, плохого, ну, плохого здесь ничего нет. Вот. Это очень деликатная история. Понимаете? Не стоит однозначно лишать вас вашего внутреннего мира. Вот. Но гармонизировать его, привести в некий, в некий такой... Ну, в некую упорядоченную историю. Да? Мне кажется... Ну, вполне возможно. Ну, мне так кажется. По крайней мере. Вот. Дальше. Дальше. Так. У меня в жизни, эм... Так. Теперь хочу жить, развиваться, высказывая цель, но я вам задам вопрос. Это не опасно, а в тем... Что именно вы понимаете, будет опасностью. Я не разговаривал с собой с глухой, у меня с детской границей над людьми. Минами привлеков шизофрении этого я не наблюдал. Ну, слушайте. Ну, воспринял себя заметно невозможным. Вот. Поэтому... Даже если бы она у вас была, вы бы ее, скорее всего, не заметили бы... С... 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 Сами. Вот. Это... Это первое. Это первое. Вот. Эм... Что касается... Эм... Значит, ну, признаков, вот, как раз... Эм... Вот этих вот, ну, вот этих вот признаков, э... Значит, эм... Заболевания, да, признаков, признаков заболевания чезофрении, то... Я у вас их, честно говоря, эм... Не вижу... Не вижу... Тоже... Вот. Так, мне кажется, что у вас, эм... Ну, нет. Эм... Нет. Нет. Ага. Эм... 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 И вот, как раз, мы... Значит, если... Эм... 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 чем себя. В этом случае, да, в этом случае у вас могут быть проблемы, но только в этом случае, только в остальных случаях нет. В остальных случаях у вас проблем не будет. Я не могу отказаться от своего мира и не хочу. А чего же вы тогда боитесь, если вы не можете отказаться от своего мира и не хотите от него отказываться? Чего вы тогда боитесь? И какой помощи от психологов вы хотите? Ну, в таком случае опять, в какой помощи вы хотите от психологов? Если вы не готовы отказаться от своего мира. Я вас не обвиняю ни в чем, да, я просто хотел бы понять вас, что именно вам нужно, какой помощи вы хотите от нас. Понимаете? Так, мне кажется, что просто вам бы нужно ответить себе на этот вопрос. Самой. «Да, когда стал джазимхин, а без этого я никогда бы не стал тем, кто сидел сейчас. Смотрим, что это как это надо, или все-таки это плохо». Природа вашего волнения, понимаете, вот природа, природа вашего волнения, она, скорее всего, не связана никак с тем, что вы сейчас у нас у нас спрашивать. Вот. А природа вашего волнения, она связана, ну, вероятно, с какими-то другими вещами. Вот. Возможно, это только возможно, что вы не считаете себя достойным. Вот. Вы не считаете себя достойным, а вот того, что у вас, ну, есть на данный момент. Вот. Я думаю, что в этом все дело. То есть вы, как бы, вот думаете о том, о том, а, ну, достойно ли я, а должно ли у меня такое счастье быть? Ну, вот. Такая вот история, на самом деле, и из-за этого, вероятно, у вас и имеет место быть тревогом. Как вас. Таки. Вот. Поэтому, возможно, вы себя так до конца и не приняли. Вот. Ну, возможно, я не говорю, что это наверняка так, но, возможно, вы себя до конца не приняли, потому что... Потому что до сих пор, до сих пор вы переживаете, вот, по поводу правомерности тех чувств, которые вы испытываете. Вот. И, как бы, ну, спрашиваете своего рода разрешение. У нас, да? Вы спрашиваете, у нас, как бы, разрешение, разрешение. А можно ли мне, вот, можно ли мне оставить, значит, все как есть? Вот. Я, честно говоря, не думаю, что, знаете, ну, вот, именно разрешительная позиция, это то, что вам нужно. Я думаю, что, вам нужно, себе разобраться больше. Вот. Забраться в себе, в своих чувствах, где вы, где, ваше желание, какое место, там, реальный мир занимает. Да, да, чем он вам угрожает. Вот. Вообще, решить эту проблему. Решить проблему того, что в внешнем мире вы видите угрозы. Если после этого ваш, 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 воображаемый мир останется, то, так, так, там, и быть. То есть, как бы, ну, ничего плохого в этом нет и быть не может. Но пока, пока, воображаемый мир, это, по сути, просто реакция. Реакция на окружающие. Да, это реакция на окружающие. Так, у вас проблема. Вот. Ну и, соответственно, с этим нужно работать. На этом все, Алена. Я надеюсь, что помог вам. А, нет, не Алена, Алисе, извиняюсь. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Субтитры сделал DimaTorzok